Товарищество по производству яичной продукции в селе Зелёный Бор функционирует с 2016 года. Сегодня их продукция, впрочем, как и других производителей, заметно подскочила в цене. Причина – подорожание корма для птиц. Проблема вообще по кормам по фабрике началась, можно сказать, в 2019 году. В начале пандемии резко пошла цена на корма. И получилось так, что корма начали дорожать в тот период, когда цены не было на продукцию нашу. И многие фабрики подсели, честно говоря. Ну, потом мы начали работать с акиматами местными, районным, областным. И вот этот стаб-фондом, они помогли нам деньгами. Мы начали немножко подниматься. Следующий объект – мясоперерабатывающий комплекс в Щучинске. Сегодня здесь производится более 40 видов мясной продукции. Сырье закупается у крупных животноводческих хозяйств. Производственная мощность составляет 300 тонн. Наше предприятие на рынке уже порядка 25 лет. Зарекомендовали себя с хорошей стороны. Количество выпускаемой продукции на данный момент порядка 40-50 видов. К сожалению, в последнее время наблюдается небольшой рост цены. Но это тенденция такая, так как мы являемся переработчиками, то есть мы зависим от цены на сырье. То есть, соответственно, если цена растет на сырье, на мясо, то и наша продукция поднимается, соответственно, ценам. В целом, если говорить по основным продукциям, мясо мы произвели по 5 месяцев почти 78 тысяч тонн. Здесь рост идет практически 30%. То, что касается молока, определенные подвижки тоже есть. Доля сельхозформирования, организованных формирований, она перевалила за, приближается к 30%. Для сведения скажу, что буквально в десятые годы эта доля не превышала 12%. Выделенные средства на развитие животноводства составляют 8,6 миллиардов тенге, утвержден план управления пастбищными угодьями. Эти вопросы перенесены на повестку дня следующих заседаний общественного совета. Агирин Мегенова, Марат Ахмеджанов, Ануар Меджан, Кокщак Парат.